Общим состоянием района и мэр, и сами жители довольны. Во время подготовки к Олимпиаде здесь отремонтировали почти все фасады и кровли жилых многоэтажных домов, а также тротуары и дороги. Однако остается еще несколько проблем, которые только предстоит решить. И одна из них, говорят сочинцы, довольно щекотливая. Мэр ответил, что пользоваться санузлами туристы и жители могут в местных кафе. По мнению Анатолия Пахомова, в туалеты должны пускать всех, независимо от того, сделал человек заказ в кафе или нет. К тому же, после этой встречи с сочинцами в хосте, скорее всего, добавится и общественный туалет. Есть парк Победы. На территории парка Победы есть бывшее имущество города, по утверждению председателя ТОСа. Надо проверить. Если это имущество, значит сдать его в аренду, под то, чтобы там сделали туалет. Говорят, что там туалет и был, поэтому есть все коммуникации. Еще одна проблема района, по словам жителей, нехватка прямого транспортного сообщения с центром Сочи. Сейчас через хосту автобусы проходят только транзитом. Но в городском департаменте транспорта пояснили, что прямые рейсы нерентабельны и, как говорится, съедают бюджет курорта. Однако, если это направление будет выгодно коммерческому перевозчику, препятствовать никто не будет. Интересовал людей и земельный вопрос. Доставление земельных участков к многодетным семьям. Оказалось, что многие сочинцы встали на очередь для получения земли в департаменте имущественных отношений города, в то время как по обновленному краевому закону учет таких семей ведется уже в другом месте. В итоге сотни людей просто застряли в очереди. Сегодня все многодетные, как в обычной, как раньше в советское время получали квартиры, приходят в МФЦ, регистрируются, идет электронная очередь, чтобы она проверяется, контролирует, вдруг там не подделаешь ничего. Поэтому вам нужно проверить, если вы стояли на очереди, стоите ли вы сейчас или нет. Сегодня на курорте около 6 тысяч многодетных семей имеют право на получение земли. По словам Анатолия Пахомова, 900 участков уже выделены, и город принимает усилия, чтобы обеспечить всех нуждающихся.